Следователи выясняют причины страшной аварии, произошедшей в Яльчикском районе. Из-за столкновения легковой машины с трактором погиб водитель и его пассажиры, две несовершеннолетние девочки. Этот случай сегодня обсудили в Доме правительства. Уже точно известно, виновник аварии был трезвым. Но в ходе расследования уголовного дела предстоит ответить на массу вопросов. Водитель Киа Рио получил права два года назад. И за это время шесть раз привлекался к административному наказанию за нарушение правил. В прицеп трактора легковая машина врезалась на скорости 130 км в час. От сильного удара люди скончались на месте. Самое главное, мы имеем невосполнимую утрату для этих семей, для близких родственников. Поэтому выражаю наши соболезнования родителям. Нам надо культуру воспитать лучше и водителей, и практически у пассажиров. Есть вопросы и к водителю трактора. Была ли необходимость перевозить бревна в темное время суток? На этом участке трассы знак негабаритного груза по путному авто был почти незаметен. Сейчас будем проводить дополнительную работу, информацию, чтобы владельцы, собственники крупный габаритный груз перевозили только в светлое время суток. Если лес он перевозил, то можно было лучше перевозить в светлое время суток или использовать машину прикрытия. То есть сзади, если машина прикрытия была, может быть, данная трагедия, можно было ездить туда. Чаще всего виновниками ДТП становятся лихачи. Чтобы дисциплинировать автомобилистов, на трассах устанавливают приборы фотофиксации. Только в этом году было приобретено порядка 40 комплексов. В рамках национального проекта в республике стало больше освещенных магистралей. Михаил Игнатьев отметил, что снижение смертности на дорогах региона – среди ключевых задач работы местных властей. Впереди предновогодние праздники, пробки, превышение скорости начинается, ряд других вопросов. Касаясь освещения, по сравнению, значит, в 2018 году мы практически более чем три раза освещенных трасс сделали. Допустим, 10 лет назад даже по населенным пунктам на федеральных трассах у нас не было вообще освещения. Глава региона поручил наводить порядок и в сфере перевозок пассажиров. Часто в ДТП попадают таксисты. Причем не у каждого водителя есть лицензия на перевозки пассажиров. Хотя арендовать машину нет никаких проблем. Установил приложение на телефон и сделал заказ. Чтобы обезопасить себя, Минтранс и Республики советуют не доверять тому, кто находится за рулем, и проверять, требовать документы. Но не всегда виновниками ДТП становятся водители. Часто правила нарушают и пешеходы. Наезд на пешеходов 39%, опрокидывание 119%. Еще необходимо нам работать в части и водительского состава, и культуру поведения пешеходов. Культуру поведения пешеходов начинают прививать и воспитанникам детских садов. Также в рамках национального проекта. Глава региона отметил, что профилактика о вопросах безопасности дорожного движения выходит на первый план. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова